Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В моей голове происходит неразбриха уже много лет, не было ни дня, чтобы я не нервничал. Раньше были поводы для нервов, сейчас нервничаю из-за всего, что происходит, даже хорошее. В последнее время началась сильная агрессия, развращаясь все, в особенности я сама не знаю, куда себя деть, хочется постоянно плакать, ни к чему нет интереса, начались проблемы с алкоголем, страниц людей, предпочитаю пить дома в одиночестве, мне 21 год. Ну, ваша ситуация, конечно, довольно абстрактно описана, в смысле того, что вы описываете без какой-то конкретики свою историю, вот. И, наверное, первым делом я бы рекомендовал вам, конечно, обратиться к врачу, вот. Обычный врач общей практики, который, значит, направит вас к профильному специалисту, потому что конкретно сейчас ваше состояние может быть вызвано множеством факторов, вот, в том числе и химии тела. Нарушение нарушению обмена веществ и так далее. Далее. Общая картина вашей ситуации, на мой взгляд, выглядит, как переполненность агрессии, вот. Вот. И запрет этой самой агрессии вража, недовольство, проявление себя. Как будто бы все, что связано с вашим собственным проявлением, значит, подавляется. Общая картина, рассматривается, как опасная, обесценивается и обращается против себя. Вот. Вот так это выглядит со стороны. Ваши, ваши, точнее, ваши проявления аутоагрессии, на мой взгляд, довольно-таки явные, довольно-таки сильные. Вот. Связаны, конечно, с тем, что вы можете злиться на кого-то, можете злиться на тех, кто вас окружает, можете испытывать негативные чувства, вот, по поводу каких-то людей, каких-то ситуаций. Вот. Но запрещайте себе это. Естественно, что вряд ли я открою Америку, если скажу об алкоголе как о средстве забыть, избежать ситуации, где вы чувствуете себя, ну, вот, в каком-то таком опасном для себя положении. Вот. Невыгодном для себя положении и так далее. То есть алкоголь выступает здесь способом, с одной стороны, сохранить статус-кво путем такого вот довольно деструктивного поведения. И, с другой стороны, олицетворяет, конечно же, потребность в любви, потребность в принятии. И в то же время, вот, что очень важно, да, это оральное поведение, вот, и потребление жидкости связано с регрессией до детского состояния. То есть не, то есть, состояние не разжевывания, не ассимиляции, не ассимилирования, не разрушения того, что вам поступает. То есть это, опять же, запрет на грессу. Поэтому, я думаю, что поработать с регрессией, прожить ее, выразить ее, было бы очень хорошо для вас. Естественно, после того, как вы обследуетесь у врача, и будет со стороны врача подтверждение о том, что, ну вот, по физическому здоровью у вас все более-менее в порядке, и вам нужна психотерапия. Как-то так, то есть вы не задаете вопрос, вы ничего не спрашиваете здесь, вот, вы говорите свой возраст, что вам 21 довольно мало. Вот, ну, как-то так, я полагаю, что есть ряд травм, ряд комплексов, вот, и есть некая потерянность, в том числе потеря контакта с самой собой. Что также психолог поможет вам восстановить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Обращайтесь за помощью, не задерживайте. Всего самого доброго! Удачи! 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 Удачи!